Воробьев, Владимир Никайович, проживали по улице 18-го, а по улице этого парка. Принимал участие в сборе подписей против любой стройки в нашем парке. Собрали 2000 или так, побольше, может быть, подписей тут. С этими подписами, с собранными подписами, ходили в администрацию, ходили в второе управление, подавали в суды. И где нас не слышат. Хочу сказать следующее. Вот к нашему патриарху, к Сергию, не допустил секретарь наших людей, которые ходили против этого строительства. А почему? Я не знаю. Видимо, не тот крупный вопрос, который можно было обсуждать. Так вот, я ему могу сказать, что упрек ему один, что он не слышит своих будущих прихожан. Вот как хотите, так и судьи. Дело в том, что мне вчера позвонила бабушка, которая живет только на Машмете. И сказала такие слова. Я считаю, что надо их тут воспроизвести. Я их просто записал на телефон. Ей 80 лет, и она сюда не поехала просто. Дело в том, что все. Я вам подробно не даму. Здесь живут люди, которые работают на наводке и штампах. Приходят с родителями, в среде, в воде в воде. Им надо отдыхать, надо спать. Соответственно, взрослым будет не давать их попой. Поэтому, это очень подробно не путешествиями пожелающими и средствами. В другой стране, если не путешествия, плохая реклама экология, потому что народный дом, но в шестницу и другие рядом, как положено их заводами. Все создается в северном парке, в том числе, в Афганске, в генетинозе, на зеленой угородке, который есть и на нашей интернете. Так что, понижал, мы выбрали. Не выбрали. В марта выбрали с того, с того, с того. Самый хороший, самый красивый. Здравствуйте, товарищи. Представлюсь, меня зовут Александр Шабонин, первый секретарь Воронежского обкома Комсомола, член бюро обкома КПРФ. На самом деле, с недавних времен, к сожалению, Воронеж стал одним из лидеров по строительному беспределу. У нас вместо того, чтобы застраивать пустыри, где в ближайшем будущем может быть свалка или что-либо еще, у нас стремятся застроить парки, скверы, еще какие-либо зеленые территории. Проблема Южного парка, она не единственная. Есть проблемы в парке Танаиз, Дубравы, Подгорновы и так далее. То есть власть, не считаясь собственным населением, выдает разрешение на строительство, представляет землю для застройки в тех местах, которые лакомы для бизнеса, в первую очередь. То есть фактически власть и бизнес до конца срослись между собой. То есть вместо того, чтобы проводить какие-либо слушания, те же публичные слушания, они сами между собой договариваются и решают, где им строить, а где им не строить. Поэтому я предлагаю на сегодняшнем мероприятии принять решение об объединении усилий. То есть объединить все проблемные точки города по линии борьбы против строительства, принять это решение, внести это в резолюцию под конец митинга и действовать уже общими усилиями. Спасибо. Сейчас выступит человек, который, один из трех человек всего, который попал на эти публичные слушания, прочитав объявления о них ни в какой-то, ни на сайте администрации, как там по закону написано, ни в газете перех, который никто не выписывает, а случайно вот в социальной сети услышал, пришли там трое молодых человек, на которые было оказано моральное давление на слушаниях, и которых там зашивок хватали. Ну, сейчас из первых уст расскажут. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Туровская, я житель Машмита, живу рядом с Южным парком, мои окна выходят прямо на парк. С 7 декабря к 10 утра мы пришли в дом архитектора. Мы втроем, то есть я, мой брат и мой друг были против. Меня пытались в первые, ну, буквально на первых предложениях перебить. В общем, по ходу слушаний нас еще пытались оскорблять. Вот, после слушаний мы выходили втроем. Сначала мой друг, потом брат, потом я. И я выхожу и вижу, что пространство перед дверью не свободно. Там человек 20, как минимум, есть. Выходит первый мой друг, его тут же хватают так за грудки и кидают в сторону. Потом следующие люди подбегают к моему брату, хватают его за руку и уводят в сторону. Начала кричать, что вызову милицию. Я совершенно не ожидала того, что официальное мероприятие будет настолько напряженным в моральном плане. И это чуть ли не в травлю превратится. Но получается так, мы пришли высказать свое законное мнение. Мы пришли на официальное мероприятие. И нас там, как представителей нежелательного мнения, нас там просто заткнули. Вы их можете в интернете посмотреть, они на ютубе выложены. Слава богу, что со времен крещения России много времени прошло. Со времен технологии шагнули вперед. И теперь информацию утаить невозможно. Выступит представитель «Яблоко» Константин Дмитриев. Я хочу еще раз сказать, как здесь было сказано в самом начале, что сегодня день Конституции. Парки – это зоны отдыха. В парках не должно строиться ничего, не относящегося к их целевому предназначению. То, что от парков выделяются участки земли на сторонние нужды – это прямое нарушение Конституции. Мы должны это хорошо и четко понимать. Наши права нарушены. Нарушается право жителей на здоровье, нарушается право жителей на отдых. Оба этих права записаны в Конституции. Здравствуйте. Я хочу поздравить всех с Днем Конституции. Мы собрались здесь, чтобы потребовать соблюдение статьи 14 Конституции. А именно Россия – это светское государство. И никакие религиозные организации не могут присваивать себе наши партии. Возможно, эти организации пропагандируют добро, любовь. Но только для членов этого культа. А для всех остальных у них есть костры инквизиции, крестовые походы, джихады. В 21 веке происходит борьба здравого смысла и мракобесия. И мы очень надеемся, что победит именно здравый смысл. Живу на улице Небальсина, опять дробь один. То есть прямо напротив стройки. И, соответственно, непосредственно вся наша семья страдает от этого строительства. И вообще от поведения. И властей. Ну и, естественно, русской православной церкви. Хочется обратиться и к церковным, и к нашим политическим властям. Ребята, не нужно повторять ваши предыдущие ошибки. Не нужно нарушать свои законы. А вот все, что здесь происходит, и застройка парка, и вот все вот эти вот самые подтасовки, якобы имеющие законную основу. То есть это как бы подтасовка под законы. Это нарушение законов, принятых ими самими. Как вы можете заметить, повсеместно в России идет застройка храмами. Занимаются лучшие земли, парки, центр города. Парки – это часть нашей жизни, часть здорового современного общества. Мы с вами имеем гражданскую позицию, и это здорово. Но согласитесь, что нас очень мало. Я считаю, что данный митинг должен насчитывать сотни людей. Это строительство я узнал совершенно случайно, уже когда стоял забор. К забору я привыкнуть пока не могу, в парке Южный. К забору, который появился на месте, которое я до этого очень хорошо знал. Хотя я не живу на Машмете, но у меня с этим парком очень многое связано. Много приятных вспоминаний. Я иногда там бываю. И вот, когда я там оказался, это было в конце августа, и увидел этот забор, мне сказали там местные жители, что это будет церковь. Но как-то радости не было, хотя я православный, я крещенный. И я не считаю себя атеистом. Было такое чувство, знаете, что от него я что-то такое большое и светлое, и приятное. А взамен этому предлагаю что-то несуразное, такое угловатое и очень неуместное. Вот как, ну примерно как, не знаю, как танк, что ли, на лужайке. Очень бы неподходящее место для храма. Эта ситуация, она касается не только Воронежа. Там примерно такая же ситуация происходит по всей России, повсеместно. Там, например, Торфянки в Москве. Афганский парк в Москве. Ты что там говоришь, тяло им просто заоборонишь, там тоже планируют построить храм. Вот в Орленке происходит то, что-то непонятное. Там что-то может дыриться. Одному Богу известно. Вот. И каждый раз, когда вот что-то строят в парках, то власть, власти и строители пытаются убедить местных жителей, и что все это делается для блага самих же этих жителей. Вот. Я считаю, что люди должны, мы как раз для этого и проводим митинг, чтобы люди сами разобрались вообще, что для их благо, а что им во вред. Это правильно. А чтобы это не решали за них. Потому что я вот не вижу никакого смысла, хоть там кто-то прикрывается духовностью, ну, те, кто строит храмы, кто-то прикрывается, там, здоровым образом жизни, которому надо приобщать людей, ну, те, кто строит льдовые дворцы, например, на Айсе. Вот. Ну, я вижу за этим только стремление просто заработать больше денег, не более того. Потому что никто бы слова не сказал этим людям, если бы они разбивали новые парки, и там строили свои храмы, там строили свои ледовые дворцы. Вот. И я уже сказал до этого, что кто-то прикрывается верой, когда строят храмы. Вот. Я не хочу оскорблять чувства верующих. Вот. И я повторяю, я сам не атеист. Но я считаю, что вера не должна в нас врезаться, как пьяный водитель на пешеходном переходе. Такого не должно быть. Потому что хамством нельзя воспитывать веру. Хамством можно воспитать только ответное хамство. И вот такое хамство по отношению к простым людям со стороны православной церкви, оно очень хорошо избавляет от всяких религиозных предрассудков. Я не знаю, кто будет ходить в эти храмы. Скоро будет просто уже стыдно стоять рядом со священником. Просто стыдно. Странно, что они этого не понимают. Вот. И непонятная логика чиновников. Получается, что публичные слушания, то есть проводятся, о них узнают только те, кто их проводит. То есть такое ощущение, что это не публичные слушания, это заседание масонской ложи какой-то. О котором знают только члены этой ложи. Хотите построить? Народ должен нормально об этом узнавать. Но, видимо, у чиновников своя логика на этот счет. Тут есть хороший лозунг. Сейчас сегодня собрались в памятнике Пушкину. Вот есть хороший лозунг. Покажите его, пожалуйста. Вот чинам этого мая избавлен. Вот это очень хорошо подходит для данной ситуации. Я представляю инициативу «Народная взаимопомощь». Мы с товарищами занимаемся помощью простым, обычным людям, когда они сталкиваются с беспределом со стороны государства, капитала, ну и прочих институтов, аффилированных с властью. На самом деле, смотрите, ситуация самая простая на самом деле. Да, то есть есть вот парк, есть люди, которые живут рядом с парком, люди против того, что в этом парке что-либо строилось. Храм, еще что-то там, супермаркет, дом очередной. Люди против. Казалось бы, с точки зрения здравого смысла, просто не стройте ничего в этом парке. Постройте в другом месте, много пустырей. Но, как мы видим, здравый смысл здесь не работает. Почему это происходит? На самом деле, вот эта вот проблема, с которой столкнулись жители Южного парка, она не единственная. Она не только в этом месте. Дело в том, что даже в городе Воронеже на данный момент есть уже как минимум 4 точки, где аналогичные проблемы. Парк Танаиз, где собираются построить ледовый каток, хотя также куча пустырей, где это можно сделать. Дубраво на Московском проспекте в северном районе. Подгорное. Я уверен, что есть и другие места. Если посмотреть по России, то таких мест вообще уйба. Если что касаемо храмов, то же самое. У нас на суху Торфянка, другие места в Москве, Санкт-Петербург, прочие города. То же самое. Также в парках пытаются построить храмы. Также жители против, но их не слышат. Почему нас не слышат? Вот здесь все говорили о Конституции, а я чуть о другом скажу. Друзья, если мы с вами не станем силой, если мы не объединимся, если мы массово и жестко не будем отстаивать свои права и интересы, то никакая Конституция нам не поможет. Нам нужно бороться. И поэтому я говорю, да, парку нет застройки! Церковь отнимает культурные объекты. Уже в Санкт-Петербурге под свои собственные нужды церковь отобрала поликлиники, бывшие детские поликлиники, отбирает также некоторые здания и сооружения Смольного. И так происходит по всей стране, даже в далеком от нас Владивостоке. Сейчас мы должны все вместе потребовать того, что необходимо отменить застройку Южного парка. Всем добрый день! На самом деле не все так плохо, власти нас слышат. Вы знаете, как они отреагировали? Они закупили еще больше гранатометов с ледочевым газом. Соответственно, вот так вот, да, будут нам реализовывать наши, так сказать, просьбы к ним. Поэтому я буду очень краток, я поддержу предыдущих ораторов. Самое главное, что от нас требуется. Вот там вот написано очень чудесно. Две тысячи человек не были услышаны. Сколько нас здесь? Пятьдесят? До тех пор, пока будет продолжаться так, когда пятьдесят человек на улице, а две тысячи дома в тепле, в интернетике, на диване. Вот эти диванные войска рассуждают, подписывают какие-то петиции, рассылают друг другу какие-то картиночки, тексты и так далее, ставят лайки, что там еще делают, репосты и так далее. До тех пор, пока происходит так, нас никто не услышит, никто ничего не сделает, никто ничего не изменит. Пример той же Торфянки. Пока люди не вышли туда с палатками, не заблокировали эту стройку, не стали там жить на этой стройке, никто ничего не делал. И так будет всегда. Пока пятьдесят человек здесь, а две тысячи человек где-то там, ничего не изменится. Это главное, что мы должны понимать. Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Дмитрий, я являюсь вашим единомышленником. Я вашу проблему увидел в группе ВКонтакте, смотрел и следил за то, как вы боретесь. Вот что хотел сказать. То, что церковь сейчас у нас в государстве играет как бы очень бы странную роль. Потому что митрополит, главный бог страны Гундяев, он почему-то однажды в прямом эфире сказал, что славяне – это варвары. На самом деле, человек, который любит свою страну, который в ней родился, он бы никогда такого не сказал. И вообще церковная культура, непонятно, почему она стала сейчас официальным, так сказать, идеологическим символом нашей страны. У нас же не только христианство было в нашей стране, у нас же также было и язычество. Почему сейчас замалчиваются вообще о славянской культуре? Даже в советское время советские ученые изучали этот вопрос. Сейчас сделали такой культ именно церкви. Я сам являюсь православным, но мы все видим, что как они оккупируют парк Южный. Они просто взяли в наглую, не спрашивали разрешения народа, сделали рейдерский захват. Друзья, я еще в 95-м году наблюдала вот этот процесс соглашательства власти и церкви. То есть пытается власть вместе с церковью или через церковь, через как бы веру укротить людей, сделать вас... Мало того, что советская власть сама по себе сделала нас послушными, почти что рабами, но сейчас в такой жуткой ситуации, когда идет расслоение и капитализация, власти необходима сила, которая могла укротить народ. И такой силой, вот такой силой сейчас является именно церковь. Она думает не о том, чтобы духовно развивать человека. Ведь посмотрите, что мы, 200, более 200 у нас в Воронеже церквей, но стали ли мы от этого духовней? Или взять нашу власть? Стала ли она духовной? Может быть, даже в первую очередь надо задать этот вопрос. Она стала еще более аморальной, еще более негодной, еще более воровской. То есть ли толку от того, что строится много церквей, по существу нет. Ибо нужно строить в душе своей храмы, нужно духовно развиваться. И от того, что будет много церквей, от этого мы лучше, оказывается, не станем. Вот это строительство, тем более в парках, нам и так в Воронеже не хватает воздуха. И это кощунство, и это негодно отнимать у людей эти зеленые зоны. Добрый день, зовут меня Виктор Буренков из юго-западного района. Там мы боремся против застройки детского парка, который также известен сейчас под названием парк Танаис. Последние месяцы появился забор, огородили территорию, но сейчас этот забор примерно наполовину разобран усилиями народа. И некоторый отбор дали этим затейщикам. Угроза тоже не снята. Внимательно следим, что происходит дальше. Сопротивляемся. Все ситуации можно обобщить следующим образом. Законы, они написаны очень хитро. И написаны таким образом, что те, у кого есть деньги, у кого есть власть, они всегда могут их обойти, могут сыграть в свою пользу. Вот те же общественные службы. Если требуется определенное количество человек, и у них есть деньги, то им продание составит привезти людей, проплаченных, которые проголосуют так, как надо. Поэтому здесь большую роль играет, видимо, даже не знание закона, а решительность и боевидность действий. Граждане, не бойтесь активно сопротивляться. Весь опыт нашей борьбы показывает, что когда люди сопротивляются активно, то результаты бывают, они добиваются своего. Давайте внимательно следить за всеми подобными попытками уничтожить город, уничтожить парки, в том виде, в котором они есть и построены, во благо людей. и будем действовать вместе. Вместе мы победим. Вот, да, в Тенаисе люди сами сломали забор, и, к сожалению, складывается впечатление, что вот такой язык наша власть понимает, а другого языка она никакого не знает, никак бы иначе не могут услышать. Вот я против всяких погромов, поломки заборов, поджогов и так далее. Это все безобразие. Я, чтобы законы были четкие, понятные, чтобы люди по ним могли жить. Я не знаю, откуда у нас руки растут, что в этой великой стране богатой, вот так все мрачно, там какие-то руины просто в этих парках, в наших. Не надо это называть благоустройством парка. Это просто церковь себе в карман положила. Не надо там строить никакие ледовые катки, ничего, ни супермаркеты, ничего. Сделайте там лучше фонтан, скамейку, освещение. Я вот считаю, что строительство религиозных объектов, культовых, надо отделять законодательно рассмотрение этого строительства, надо законодательно отделять от строительства иных объектов. Дело в том, что наши чиновники, они, если их послушать, очень заупотребляют. Они считают, они как говорят, это же красиво. Это очень красивая архитектура. А то, что это религия насаждается, они молчат. Вот надо различать эти две вещи и решение о строительстве этих объектов, принимать специальные комиссии, в которые будут деятели культуры заслуженные, ученые и так далее, чтобы у нас храмы были действительно на нужном месте, они были в каждом закоулке, а действительно были как бы сакральным местом, потому что церковь, поскольку ее никто не может, как Чаплин сказал, нам никто не может сказать нет, она, она развратилась, она считает, что ей все позволено и совершает, ну, совершает совершенно какие-то поступки противоречившие интересам и населения и всех остальных, кроме них. Спасибо за то, что пришли, поддержали нас. Я надеюсь, то, что вы услышали, было весьма содержательным. Подумайте над этим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ